Сейчас мы собрались, по сути дела, в такую неординарную и нерегулярную встречу, благодаря тому, что наш друг из Германии, Хартман Юлер, попросил возможности встретиться с вами, рассказать о своих последних результатах, о том, что он делает, делал и будет долго еще делать. Заодно я решил вторым номером наших выступлений рассказать о процессе работ по проекту «Гиперболическая гинза». Снова, потом, семинары войдут в обычную свою череду. Каждый месяц мы будем либо здесь, либо в Руден продолжать собираться. Вышли за это время два номера журнала. 21 номер, он сигнальный, там много опечаток, это будет исправляться. И будет еще третий научный фильм по истории. Анна Рейхляров, вы все прекрасно знаете, подготовил для этого материал. И, наверное, покажет несколько слов перед просмотром нового фильма. Ну и мы будем иметь возможность этот фильм посмотреть. Мы живем сегодня, мы живем сейчас. И очень часто мы слишком много думаем о будущем, слишком много размышляем о прошлом. И про все это забываем быть в настоящее время. Именно ощущать, воспринимать этот момент, в котором мы сейчас живем. И вы знаете, что это только миг, но из этого складывается жизнь. Я над этой тематикой, которую я хотел сегодня с нами поделиться немного. Я уже работаю больше 30 лет. Я начал в 1982 году. У меня первая публикация по этой теме была. Я работаю в политическом институте, в котором мы сейчас живем. Кто меня не знает, я родом из ГТР. Кто не знает, что такое ГТР. Там я не могу помочь. Я закончил Ленинградский госуниверситет. И потом по распределению попал в политехнический институт. Сегодня технический университет. Тематика, над которой я работаю, она, где-то так сегодня может быть названа глобальная локалифмическая масштабная инвалидность. Я попытаюсь только вкратце объяснить, что по-третьим я подразумеваю. И как это связано с фрактальностью. С фрактальностью пространства-времени. И последствия, которые из этого вытекают. Последствия очень разнообразные. которые можно наблюдать и в физике элементарных частиц и в астрофизике. За последние годы я немного опубликовался в журнале Progressive Physics. Но также вместе с Юрием Сергеевичем Владимировым и мне удалось... Я очень счастлив, что имел возможность принимать участие в одном семинаре. в одном семинаре где у всех вечера была вытушена книжка где много интересных статей и я ее перечитываю много раз и каждый раз нахожу что-нибудь новенькое. Я очень благодарен Дмитрию Павлову потому что он не только сделал возможным мой приезд но и всегда его ухо открыто и его глаза стараются улавливать всегда что-нибудь новое и общение с ним для меня очень большое удовольствие и огромное обогащение. Если говорить о модели то я в 82-м году первый раз предложил модель фрактальную модель материи ну можно ее так называть наверное и очень казалось бы такую классическую модель где ничего особенного нет понимание материи как ну некая модель материи некая фрактальная модель материи как цепную систему гармонических осцилляторов и несмотря на большую простоту этой модели но оказывается и наверное это тоже встречали уже много раз в своем жизненном опыте как ученые что как раз простые мысли простые модели их следствия и выражения очень часто можно находить в самых различных областях которые казалось бы не очень-то и связаны между собой но именно из-за или благодаря общности этой модели следствия которые вытекают из этой модели вовсе не тривиальны и очень интересно что эти следствия можно находить во многих явлениях квантерной физики и астрофизики я предложил модель цветной системы гармонических осцилляторов я предложил модель цветной системы и многоуровневые цветные системы и обнаружил и что к описанию спектра собственных собственных частот этих систем очень хорошо и удобно применять аппарат цепных труб струб цепная дробь по своей структуре по своей арифметической структуре уже фрактально и интересно что как раз эти колебания собственные колебания в многоуровневых цепных системах весьма хорошо и удобно описывать цепные дроби я в этом месте для меня это большое удовольствие напомнить о работе Виктора и Маши Панчевюнги где как раз показывается что аппарат цепных труб очень удобно для исследования резонансов в сложных системах то есть когда мы имеем не один осциллятор а их много и мы получаем фрактальные спектры и как раз общность этого подхода и можно сказать эвристическая сила изумительно потому что в одной работе я показал что этот аппарат этот метод если его применять к исследованию распределения масс покоя элементарных частиц этот аппарат применяем к распределению масс покоя элементарных частиц и находим удивительные вещи и находим новые особенности в этих распределениях которые мы раньше не видели которые наверное нельзя увидеть без применения этого метода суть применения этого метода заключается в том что эти распределения если их анализировать методом цепных траве то мы получаем различные уровни в этих распределениях можем сепарировать эти уровни и рассматривать их отдельно и как раз это сепарация этих различных уровней распределения значит мы анализируем сначала это распределение раскладывая только до n1 потом анализируем то же самое распределение раскладываем до n2 потом до n3 потом до n4 и каждый раз находим новые особенности этих распределений и эти особенности показывают например что распределение масс покоя мезонов мезонов и адронов они практически на некоторых этих уровнях на некоторых этих уровнях фрактальности они совпадают это очень интересно и также совпадает с распределением масс покоя электронов что вообще очень интересно поэтому у меня получилась такая маленькая статья но немного спустя я подумал хорошо если мы давай применим этот аппарат этот метод анализа с распределением масс покоя солнечной системе с тем нет потому что модель достаточно общая что за модель она вообще простофильная имеем цепную цепную систему гармонических осцилляторов амплитуда малая какая связь между ними никого не интересует может быть любая связь электромагнитная для этой модели все равно и поэтому я подумал давай посмотрим на распределение масс покоя планет конечно лун планетоидов и я учился тут вся таблица Менделеева проведен анализ цепной дробью этих масс покоя включительно массу покоя Солнца и получилась очень интересная вещь что в общем имеется такая удивительная связь которая связывает все эти массы в одну цепочку и если мы смотрим только на распределение масс больших планет вообще очень красивая картина получается мы имеем две планеты две планеты Сатурн чуть выше Марс чуть ниже и Юпитер и Меркурий извините а что по осям двойная логарифмическая шкала по оси Y находится логарифм отношения массы небесного тела к массе протона и по оси Х находится представлен левел цветной тропы и интересно я вам потом еще покажу это еще более впечатлительно потому что именно потому что модель такая простая и общая я понял что я могу рассматривать я могу интерпретировать для примера нормальную материю мы не говорим о темной материи нормальную материю я могу интерпретировать как цепную систему гармонических осцилляторов где осцилляторами является протоны на первый взгляд кажется эта модель уж очень такая своевольная но это только при первом взгляде при втором взгляде если мы вспомним а здесь проанализировано распределение масс не что-то другое именно массы массы по массе нормальная материя состоит более чем 99% из протонов нуклеон вклад в массу нормальной материи более чем 99% идет от нуклеона поэтому рассматривать нормальную материю в рамках этой матери как цепную систему гармонических осцилляторов при малых амплитудах и этими осцилляторами являются протоны не такая уж абсурдная идея и когда мы это делаем тогда получается что масса небесных тел в Солнечной системе например выстраивается в такую красивую линию с а мне повезло потому что сейчас принято для позавчера была принята моя статья для публикации этого прогресса физик вы видите совсем свежая статья пятнадцатого года и только выйдет в апреле и сегодня я хотел об этом рассказать более подробно потому что мне хотелось бы поделиться с вами об этом очень интересная вещь которая была получена тем же методом но мне нужна ваша поддержка я очень хотелось чтобы вы мне помогли как с этим быть что в чем дело я покажу сразу результат чтобы вы не уснули мы берем большие планетоиды и выстраиваем их различную последовательность сначала смотрим вправо здесь но эта последовательность она знакома каждому и так далее это последовательность по периоду обращения та же самая последовательность будет по расстоянию от сердца но это последовательность другой стороны это последовательность по массе и очень интересно когда мы выстраиваем с одной стороны небесные тела солнечные системы системы по периоду обращения или по расстоянию и с другой стороны по массе то отношение логарифмов постоянное отношение логарифмов а у меня это тоже в статье есть или это обращение вокруг солнца или вокруг осени это вокруг солнца а вот 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 это мы делим логарифм отношения массы небесного тела к массе протона на логарифм отношения периода обращения к собственной частоте протона что такое собственная частота протона это здесь это мы можем называть собственным извините пожалуйста не собственная частота собственной период осцилляции и это отношение мы можем если у нас есть желание мы можем интерпретировать как некоторую фрактальную размерность хаос торфа для этого всего на всего надо понимать что отношение массы небесного тела протона протона это количество модельных протонов и отношение периода обращения к собственному периоду протона это количество протонных циклов которые содержатся в одном цикле обращения этого небесного тела и если мы делаем этот шаг можно и не делать этого шага но если мы делаем этот шаг и скажем хорошо давайте будем рассматривать это как некую фрактальную размеру с Хаусдорфом открывается сразу широкая дорога и тогда мы видим что отношение масс и периодов обращения находится на одной прямой при том интересно что например мы имеем отношение массы Земли к периоду обращения Нептуна массы Венеры к периоду обращения Урана массу Марса к периоду обращения Сатурна массу Меркурия к периоду обращения Юпитера и так далее и кто-то кто очень поверхностно на это будет смотреть поверхностно подчеркиваю может сказать бред какой-то но если быть более внимательным то здесь что мы видим это некое настоящее системное свойство некое настоящее глубокое системное характеристика Солнечной системы и по-видимому гравитации и я потом скажу немножко что можно сказать дополнительного мне очень было бы интересно послушать ваше мнение по этому поводу почему Земля у вас таблица была между Марсом и Юпитером что у вас там стоит почему отношения Земли и Венера и Марса и Сатурна потому что Серес Мейкмейк Хаумея Плюто Эрес Меркурий Марс Венера и Земля это небесные тела выстроенные по возрастанию их массы и Меркурий Венера Земля Серес Марс Серес Джупитер Сатурн Уранус Нептун это небесные тела выстроенные не по их массе а по их периоду обращения и конечно мы можем продолжить эту таблицу и это я и сделал первую таблицу продолжил на вторую таблицу и тогда уже получается что например на период обращения Плютона у нас нету планеты у нас не хватает планеты которая имела массу которая если мы берем логарифм от этой массы делим на логарифм периода обращения Плютона что у нас получается та же самая константа д та же фрактальная размерность но она должна получаться и для Хаумия тоже не имеем соответствующего тела которые отношение логарифмов было константным для Мик Мейк тоже не имеем и соответственно для Нептуна и Юпитера тоже не имеем пока не знаем небесные тела которые имели бы соответствующий период обращения и поэтому гипотеза такая что возможно эти небесные тела будут еще открыты Одна очень интересная вещь только может быть кто-нибудь думает что подбор этих небесных тел произвольны это не так я этим занимался очень долго и если вы очень внимательны и очень добросовестно будете относиться к распределению масс небесных тел в Солнечной системе которые имеют поверхность которая сглажена по собственному муху по собственной кровитации которая находится в гипидростатическом равновесии когда вы рассматриваете только эти тела то вы имеете только эти небесные тела которые здесь находятся в этих двух таблицах никакие другие так что подбор непроизбольный но почему как раз тела которые находятся в гипидростатическом равновесии которые можно сказать круглые по кровитации это я скажу немножко позже и еще одно очень интересная вещь что когда мы рассматриваем эту зависимость значит мы можем указать зависимость массы этого небесного тела от периода обращения какого-то другого небесного тела это зависимость здесь имеется константа пропорциональности это то самое d это фрактальная размерность которая здесь внизу и интересно что когда мы выражаем массу небесных тел в в относительных единицах массы протона и периода обращения небесных тел в относительных единицах собственного периода колебания протона то вот это константа пропорциональности единица и это значит что отношение массы небесного тела к периоду обращения другого небесного тела в степени d это то же самое что отношение массы покоя протона к периоду осцилляции протона в той же самой степени d и поэтому я думаю что здесь может быть мы можем говорить по крайней мере говорить о или думать только думать в направлении что имеем дело с некоторым макроскопическим феноменом некоторым макроскопическим квантово-физическим свойством но это только направление мысли я исследовал эту закономерность которую я нашел для больших тел которые являются планетами или планетами которые обращаются вокруг солнца я проверил наличие этой закономерности в лунных системах сатурна юпитера урана и нефтуна и но вы знаете что сатурн имеет больше 60 лун юпитер тоже и так далее это очень богатый материал и интересно что там наблюдается та же самая закономерность какая какая модель в солнечной системе то есть любитель сатурн является солнце для системы и та же степень да интересно что еще одна еще один нюанс вактальная размерность по модели по моей модели цепной системы гармонических осцилляторов эта фрактальная размерность должна быть три полтора один сапитая пять но в реальности в солнечной системе получается не один сапитая пять но как вы тут видите средний средний это один сапитая пять два 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 сем для системы сатурна получается немножко другая фрактальная размерность для системы для Юпитера немножко другая фрактальная размерность отличается чуть-чуть и они танцуют вокруг один и пять и для Нептуна и для Урана и для лунных систем тоже есть меньше есть меньше некоторая какая какая идея мне пришла а как понимать это не с точки зрения моей модели колебания гармонических осцилляторов а с точки зрения физики что может быть какая может быть физическая интерпретация извините а амплитуда осциллятора у вас в каких единицах безразмерных я не расслышал вопрос амплитуда осциллятора в каких единицах безразмерных амплитуда осцилляторов не рассматривается в этой модели она считается достаточно малой по сравнению с чем достаточно малой для для рассмотрения того в данной системе может быть это достаточно малая амплитуда она может быть для различных систем конечно разная потому что это все что в отношении к тому что для этой системы может считаться малой амплитудой это совершенно различно это нельзя выразить вам в абсолютных величинах и для может быть в качестве идей какой физический механизм может быть стоит за этим интересным фактом мне пришла в голову такая может быть слишком простая идея может быть она не слишком простая а может быть она не слишком простая очень оригинальная но если мы рассматриваем гравитационную связь не как жесткую а как гибкую то есть как некоторую пружину которая натянута между солнцем или землей между Сатурном и каким-то Сатурном и Титаном или между Юпитером и Европой или между Юпитером и Европой и как раз для цепной системы гармонических осцилляторов это вполне естественно что там действует закон Гука но конечно не закон Гука как мы его знаем из Сапромата но некоторый фрактальный аналог закона Гука потому что размерность СД которая здесь появляется она некоторая фрактальная размерность и сама система сама цепная система гармонических осцилляторов это фрактальная система и Терских в своих работах пятидесят пятидесят пятого года он как раз рассматривал такие фрактальные системы гармонических осцилляторов где многоуровневая система и тогда мы можем мысленно представить что есть нить между Солнцем или планетой эта нить эластична и тогда возникает вопрос а коэффициент эластичности можно рассчитывать я этим занимался и получил удивительный результат результат такой что в этот коэффициент эластичности будет скорость света и с этой точки зрения у меня пошла кузинная кожа и я подумал неужели скорость света это мера эластичности гравитационного взаимодействия потому что от гравитационного взаимодействия мы приходим к метрике пространства времени и если эта метрика обладает эластичностью это по крайней мере достаточно интересно что я решил для себя заниматься этим дальше и посмотреть что можно из этого еще выводить и какие еще могут быть следствия и это собственно есть о чем мне хотелось бы с вами поделиться и я очень надеюсь что вы достаточно открыты чтобы воспринять что-то может быть что не на первый взгляд кажется очевидным или может быть не на первый взгляд кажется понятным и я очень благодарен за то что вы меня выслушали спасибо спасибо спасибо